В повестке внеочередного заседания Думы Владивостока всего два вопроса – поправки в бюджет и наказы избирателей, на рассмотрение и единогласное принятие которых у депутатов уходит всего 20 минут. 201 миллион рублей выделен на содержание городских территорий в осенне-зимний период. На выполнение наказов избирателей из городской казны потратят более 177 миллионов рублей. Часть наказов, они касаются в основном сферы ЖКХ и благоустройства, уже исполняются народными избранниками. Мы не ждем там год следующий, финансовый год. Мы активно начинаем работать над каждым наказом, потому что понимаем, что, во-первых, период исполнения наказов достаточно очень короткий. Сегодня у нас осталось, может быть, там полмесяца, максимум месяц работы, потому что зима наступит. Поэтому мы ждем и работаем с опережением. На этом же заседании сложил свои полномочия глава Владивостока Виталий Веркиенко. Его выступления в повестке заявлено не было. Однако прощального слова теперь уже экс-главы ждали с нетерпением и депутаты, и журналисты. Напомним, всего 9 месяцев назад в этом же зале Виталий Веркиенко стал первым мэром Владивостока, которого выбирали по конкурсу, а затем утверждали народные избранники. Однако именно эту процедуру Виталий Веркиенко в своем прощальном слове предложил упразднить и вернуться к прямым выборам главы города. За 9 месяцев, наверное, можно сказать, что я родился сегодня. Родился как руководитель, имеющий уже государственный опыт и опыт работы на муниципальной службе. Сложно подводить итоги, ввиду того, что в планах было сделать значительно больше. Но я уверен, что положенное начало послужит хорошим стимулом и возможностью для дальнейшего развития. Еще один наказ, который на прощание сделал Виталий Веркиенко – сделать Владивосток городом федерального значения. Мы смогли подготовить город в зиме, разработали, подготовили программы поддержки и программы развития, согласовали рационально-оптимальный бюджет, создали рабочую, успешную, профессиональную команду управления городом. Представлять главу в Думе города Владивостока будет Цубова Наталья Валерьевна. Исполнять обязанности главы Владивостока с 11 октября станет Сергей Шерстюк, первый заместитель Виталия Веркиенко. Зал Думы города теперь уже экс-мэр покинул под аплодисменты со словами «Служу России, Приморскому краю и моему Владивостоку». Виталия Веркиенко провожали стоя. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.